Люди в форме встали на защиту Уссурийска от последствий тайфуна. И днём, и ночью находятся на службе и выполняют задачи. Откачивают воду, занимаются сушкой помещений и лодочными переправами, разбирают конструкции. Сотрудники МЧС не остались без внимания и поддержки. «Администрация Уссурийского городского округа по договору с ГОЧС, с нашим управлением, организовано питание трёхразовое, горячее, для сотрудников МЧС, которые прибыли к нам на восстановительные работы. Питание трёхразовое, разводится по точкам их дислокации ежедневно, в установленные часы». Неравнодушные предприниматели помогают администрации округа. Компания «Аннушка» ежедневно к своим обычным заказам готовит на целую роту бойцов. Причём из раза в раз меню не повторяется. Каждый день что-то новенькое. Пример рациона. На завтрак салат-оливье с двумя пирожками. Обед – суп, биточки с гарниром, морская капуста, ужин – солянка с мясом и сельдь под шубой. «Естественно, приходится сверх норма. Это как бы у нас в плане не входило. Но из-за этого приходится нам всей командой. Мы работаем. И технологи, и бухгалтера, и сами мы. Сотрудники бухгалтерии, отделы реализации. Мы все-все дружно помогаем». У спасателей нет возможности оставить место дежурства. Поэтому еду развозят автобус. Уже четвёртый день по расписанию свежий провиант доставляют в район Семи ветров на улицу Зеленского, Пушкинские и Комсомольские мосты, Борисовскую переправу. «Сотрудники у нас относятся с положительной стороны, накормлены, напоены. Поэтому готовы к выполнению поставленной задачи». А значит, помощь будет оказана вовремя. В администрации округа отмечают, что предпринимателей, которые откликаются на зов помощи и дают продукты как для сотрудников МЧС, так и для подтопленцев, много в уссурийске. Даже те, кто сами пострадали от паводка, не остаются в стороне от общей беды.